Вселеновый Буян долгожителю с феноменальной памятью исполнилось 102 года. Дожить до этого возраста бывшему учителю Николаю Абанину помог добрый нрав и здоровый образ жизни. У ветерана трое детей, пять внуков, два правнука и одна праправнучка. Не просто большая семья, а целая педагогическая династия. Долгожителя поздравила и наш корреспондент Татьяна Пудова. Когда смотришь на этого бодрого дедушку, трудно представить ему 102 года. Четкая речь, светлый ум. На век Николая Абанина пришлись тяжелые испытания. Революция, две мировые войны. В 10 лет он остался без родителей, а имя дали в честь царя Николая Второго. Помнят, шутили. Вырастет, будет третьим. Но история все расставила по местам. Вспоминает, когда вступил в комсомол, собирал деньги на тракторизацию. Придешь и беседуешь с хозяевами. У нас нет сейчас тракторов. Мы социализм строим. Не на лошадях будем пахать, а на тракторах. На железных тракторах. С поздравлениями к Николаю Абанину пришли не только ученики и родные, но и один из руководителей областного минобразования Владимир Пылев, который передал поздравления от губернатора. Именно такие искренние, открытые, сердечные люди, как вы, уважаемый Николай Кузьмич, делают этот мир светлее и добрее. Правда? Учитель всегда сеет светлое, доброе, вечное. От всей души благодарю вас за самоотверженный подвижнический труд, любовь к своему делу и значительный вклад в развитие самарского учительства. Из школы Николай Кузьмич ушел 22 года назад. Ему тогда было 80. Но и по сей день старается быть во всем примером. Здоровый образ жизни, зарядка каждый день, минимум полчаса. Он не пьет, не курит, с детства занимается спортом, имеет огромную тягу к науке, обучал детей. Вот тут вот в школе был учителем очень хорошим. После выхода на пенсию унывать не стал. Построил баню, гараж и стал заниматься садом. Вот по осени вскопал помидорку, после помидорки землю сам вскопал. Так и поливает маленьким ведерочком, пощупает, где полито, где не полито. Сел, отдохнул, там у него кресло деревянное старенькое, он сел, отдохнул, песенку попел. Для тренировки памяти любит не только петь, но и писать стихи. Но это все как присказка. Главные свои секреты дедушка-долгожитель выдает только в конце беседы. Доброе отношение к людям. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии, Красноярский район.